Саламбальская библиотека номер 5 имени Бориса Викторовича Шергина представляет Сказочник из страны фантазия Предлагаю вам познакомиться с жизнью и творчеством Михаэля Инде, а также послушать абсурд на его серию детских книг про Джима Пуговку. Михаэль Инде немецкий писатель, классик детской литературы. Его сказки известны во всем мире. Они перелезаны на 41 язык и вышли общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. В числе произведений Инде также несколько пьес, романов и повестей. Однако большим успехом пользуются именно сказки. За вклад в развитие детской литературы Инде награжден почетной премией Януша Корчуга, выдающегося польского педагога и общественного деятеля. Михаэль Инде, автор «Бесконечные книги», «Маму», «Джима Пуговицы», «Черные дюжины» и еще 30 книг, родился 12 ноября 1929 года в Германии в семье художника и физиодиорапевта. С 1935 года семья Инде переезжает в Мюнхен и снимает там маленькую квартиру. По соседству живут художники, скульпторы и писатели, такие как Франц Марк, Бертольд Брехт. Общение Михаэля с этими творческими людьми, несомненно, оказало влияние на формирование личности будущего писателя. Желать семья очень бедно, так как картины Эдгара отца Михаэля Инде покупали немногие. Учаясь в гимназии, будущий писатель знакомится с Матиасом Николаем, сыном книготорговца, который в свое свободное время посвящал чтению произведений Шиллера и Навалеса, увлекався классической музыкой, живописью и театром. Под его влиянием Михаэль пишет свое первое стихотворение. После войны они снова встречаются в Штугарде, и увлеченные театром посвящают вместе почти каждое театральное представление. Затем Михаэль Инде легко поступает в Минченскую школу актерского мастерства. Во время обучения играет небольшие роли в Кабинном театре Мюнхена, и через два года получает место в театре «Шлезвинг Гольдштейн» в Ритцбурге. Но на театральном поприще ему только не удалось добиться больших успехов. Он возвращается в Мюнхен, чтобы стать литератором-драматургом, но его первые драматические работы никогда не были опубликованы. В 1956 году Энде начинает работать на Баварском радио, пишет скетчи для Кабаре, сценарии для фильмов, публикует учерки и репортажи об Италии, куда ездит как корреспондент. Дажды вечером на Большой площади в Палермо он увидел человека, который рассказывал истории об вступившем его слушателям. Один сюжет оказался мне чем-то знакомым. Тарик Скажинг сделал паузу и спросил, что это была за история. И мужчина ответил, что это книга Александра Дюма, которую он получил для следствия дедушки. Роман так увлекл его, что он сделал за профессиональным рассказчиком романа. «Посмотри», — сказала я тогда себе, — «вот ты цель, к которой нужно стремиться, чтобы и через сто лет после твоей смерти истории, придуманные тобой, звучали бы на улицах Палермо» с уст рассказчиков. В 1957 году, в 28 лет, Энде наконец-то находит свое истинное призвание. Он оставляет драматургию и становится писателем жанра фэнтези. В 1960 году Энде издает свои первые детские книги «Отрыми пуговицы». За эти книги он получил литературную премию города Берлина и в 1961 году немецкую премию за книгу для детей. Вот что он рассказывал в интервью о том, как рождаются его книги. Все мои книги появляются на свет по-разному. Джима Пуговицу я написал так, что, сочинив первое предложение, не знал о том, как будет выглядеть второе. Я сам был все время в напряжении, наблюдая за действием как бы со стороны. Мой творческий метод, редкий для писателя. Наверное, причина в том, что мой отец был художником-сюрреалистом. Я работаю скорее не как писатель. А как художник? Художник часто начинает рисовать свои более яркого угла, постепенно дорисовывая остальные арки. У меня, конечно, есть и утренняя идея, но она постоянно меняется в течение работы. Так, первое предложение, с которого начинается бесконечная книга, сейчас 12 главе. Сначала я всегда пишу от руки. Мои рукописи пестрят исправлениями, переносами кусков текста из одного места в другое, сокращениями. Я не могу припомнить, была ли у меня хоть одна страница, которую я бы не доректировала. Потом я все перепечатываю, смотрю, как это читается, и нахожу новые недостатки. Я пишу очень медленно, иногда сижу четверть часа над одним предложением, отдумывая его, наслаждаясь тем, чтобы его можно было вертеть и рассматривать как картину. Но для меня это не только картина, но и мелодия. Не важно не только, как это выглядит, но как и звучит. Первый из писательских успехов пришел по Михаилу Инде довольно неожиданно. Один его знакомый попросил в этом писать небольшой детский рассказ, который в итоге превратился в 500-страничный роман о Джиме Пуговке. И вот уже сказочными повестями про отважного Джима Пуговку и его машиниста Укаса более 60 лет засчитываются дети и взрослые в самых разных странах мира. Сейчас мы ему предлагаем более подробно познакомиться в серии детских книг про Джима Пуговку. Нига Джим Пуговка и машинист Лукас отправляются в путешествие знаком на стол, прямыми и милыми жителями Медландии, крошечной страны на острове. Смотрите, тут госпожа Акс придает конфеты и угощает всех своими знаменитыми пирогами, а вот господин Пиджакер вновь вышел на протолку, а король Альфанс уже даже не помнит, с кем на этот раз говорит по телефону. Ну а что же Джима Лукас? Они с удовольствием поделятся с вами, как за один день успеет совершить восхождение на большую гору, добиться аудиенции у короля и придумать новое путешествие. Джим Пуговка и машинист Лукас живут в удивительной стране Медландии, которая по площади вряд ли больше обычной квартиры. Но Джим знает, что родился не на этом прочном острове. Как Джим Пуговка появился в Медландии? Его история вполне настоящих загадок и тайн. Однажды в берега Медландии прибыл почтовый корабль. Посылка была адресом для неизвестной госпожи. Адрес ее невозможно было найти даже на самой подробной карте. И что же обнаружили в машине Слукаса госпожа Каакс, когда открыли коробку? Еще одну коробку, поменьше. И что же было внутри? Вот уж действительно, вы самая легкая задачка. Что делать, если твой друг вынужден уехать из страны? Да еще, если он вынужден это сделать из-за тебя? Конечно же, ехать с ним. Паровозок Кристофу больше не место в Медландии, а значит, и Лукасу придется покинуть родные края. Ведь не может он бросить любимого друга в трудную минуту. А что же Джим? Разве можно представить себе сказку, в которой Джим и Лукас живут на разных страницах? Конечно же, нет. Книга Джим Пуговка и машины Слукас принимает важное решение как раз о том, как друзья отважились на этот непростой шаг. Медландия останется в прошлом. Впереди ждет новые приключения. У страха глаза великий. И история Джим Пуговка и мнений великан тому наглядное подтверждение. Джим и Лукас за время путешествия выбрались из множества перетряг. Но тут задача не из простых. В ознобленной пустыне навстречу уставшим друзьям идет настоящий великан. Струсил даже паровоз Кристоф. А что же Лукас и Джим? Кто это мкурец на всклипывает из-за вон той горы? Ой, у него голова бегемота и крокодилий хвост. Оказывается, что этот малыш полудракон и помог. И ему, конечно же, нужна помощь. Джим Пуговка и машины Слукас не могут бросить бедного кроху в беде. И чтобы ему помочь, им придется не только залезть в драконную глотку, но еще и прогуляться по кратеру опасного вулкана. Медландия, откуда родом наши герои, оказывается еще не самая удивительная страна. Джим Пуговка и машинист Лукас оказались миндалии. В этой стране каждый младенец умеет сам себя укладывать спать, сам себя пеленать, на улицах стоят очереди законопослушных граждан киф чистых щеком ушей, щитоводы с радостью считают волосы на голове за небольшую плату, а на десерт там непременно подают глазированных дождевых червень. А еще там живет самая прекрасная принцесса, принцесса Ли Ши. Самый лучший праздник – день рождения. Это знают все без исключения. А самый лучший день рождения – когда твои друзья рядом. Джим Пуговка знает это наверняка. В свое пятилетие он отпраздновал со всеми своими друзьями. Здесь и машинист Лукас, и паровоз Кристо, и полудракон Непомук, и прекрасная принцесса Ли Ши, и малыш Пинг-Понг, и госпожа Каас, и мистер Пиджакер. Все они пришли поздравить именинника с необычными подарками. Субтитры создавал DimaTorzok